Девушки отдыхают Добро пожаловать, друзья, в Дом живых историй. Меня зовут Оксана Ратушная. Я Николай Лазовский. Сегодня наш разговор о том, что мы получаем, неправильно расставляя приоритеты. Меня никто не учил тому, что в моей жизни должно быть на первом месте, на втором, на третьем. Я всегда выбирала сама. И скажу честно, немало пострадала от беспорядка, испорченных отношений и разочарования в себе и людях. Твоя история чем-то похожа на историю нашего героя. Александр Кушков имел все для того, чтобы радоваться жизни, преуспевать. Интересную работу, семью, двоих детей. Но почему-то счастлив не был. Ни он сам, ни его близкие. Давайте посмотрим. Александру Кушкову повезло. В 1985 году он начал работать фотографом знаменитого футбольного клуба «Динамо Киев». Спустя год Александр стал свидетелем ошеломительного успеха динамовцев, когда они завоевали Кубок Кубков. Там паломничество было на стадионе. Вечные фаны, шум, гамси, что связано с футболом, съемка футболистов, известные люди. Я к тому времени уже был состоявшимся таким фотокорреспондентом. Я снимал репортаж. Я к тому времени работал с очень многими людьми, уже известными людьми. Артистами театра, кино, эстрады. Везде была вот эта вот суета, много шума, много людей. И все-таки какое-то внутреннее неудовлетворение. Работа в этой сфере, она как-то взращивает гордыню человека. Когда я вращался там наверху, в этих кругах руководства, что ли, или артистов, всегда чувствовал, что я каким-то образом прикасался к чьей-то славе, к чьей-то известности. И мое самолюбие это тешило. За счастливой улыбкой Александр прятал от других не только внутреннюю неудовлетворенность, но и душевную рану. Мои родители развелись, когда мне было всего 11 лет. И как я вспоминал, я помню, как мне было плохо, когда всех детей защищали родители, и папа выходил по крику ребенка, а у меня этого не было. Отец ушел от нас, и с тех пор я один. Я в сердце своем дал себе слово, что когда у меня будет семья, и когда у меня будут дети, у моих детей всегда будет отец, что бы ни было. Какие бы испытания, и что бы ни происходило, у моих детей всегда будет отец. Став мужем, а затем и отцом, Александр крепко держался данного себе слова. Я помню, что когда санитарка, такая здоровенная тетка, вышла и сказала, что у вас родился сын, я там на потолке висел от радости. Через два года у Александра родился еще один сын. Мои дети были всегда со мной, они как мишки, я их носил на руках, катал на спине. Когда я работал, я их таскал с собой на стадион. Мое сердце было с ними. Но идиллия продолжалась недолго. Как талантливого фотографа, Александра все чаще стали приглашать освещать различные события. И вскоре он настолько погрузился в работу, что на семью уже не оставалось времени. Я пропадал на работе, я объяснял это тем, что я зарабатываю деньги для того, чтобы накормить детей и такое благополучие принести в дом. Но на самом деле я просто терял семью. В 89-м году к Александру поступил необычный заказ. Его услугами решила воспользоваться группа миссионеров. Делая фоторепортаж, Александр все больше и больше узнавал о Боге, но совсем не догадывался, чем обернется для него эта работа. Это был Джон Паркер, один из команды Джона Геста. И он опустился на колени и сказал, пригласил меня, становись рядом со мной. Я на колени. При таком количестве людей, нет, меня знают, в общем-то мне неудобно, мне стыдно было и мне было очень страшно. Но преодолев свой страх и гордыню, Александр все же опустился на колени. Он молился, я повторял молитву о покаянии. И в этот вечер я принял Иисуса Христа в сердце свое. Один из проповедников сказал, когда вы в последний раз говорили своему ребенку, что вы его любите. И он просто порекомендовал, придя домой, сделать это сегодня, если вы этого не делали. Я вспомнил, что я, наверное, никогда не говорил детям, что я их люблю. То есть я понимал, что они знают это. Раз я кормлю и ухаживаю, значит, люблю. Я пришел домой и думал, что я сделаю это с легкостью. Я посадил старшего перед собой и сказал, сын, ты знаешь. Ну, в общем, он говорит, пап, ты что, что случилось? Я говорю, ну, я хочу тебе сказать. Я не смог сказать ему, что я его люблю. Это очень сложно оказалось, потому что я никогда всерьез не думал об этом. Я считал, что люблю. На самом деле, наверное, я их не любил так, как теперь люблю. Я очень рад, что у меня отец верующий, потому что после того, как он пришел в церковь, многое поменялось в наших отношениях, мы стали более, ну, как-то ближе друг к другу. Разрушилась какая-то стенка, которая была между нами, какая-то настороженность, недоверие. Его всегда интересует, он очень скрупулезен таким вещам, как я себя чувствую, какое мое состояние, почему я не поздоровался, когда пришел домой, или как, что было на работе. И это очень, ну, это очень приятно, и это то, что, ну, это, я не знаю, тяжело его объяснить. Это просто такие отношения, которые, ну, я рад, что у нас есть они. У Бога я получил все. Как это ни смешно или банально звучит. Во-первых, я был принят. Это то, чего каждый человек желает в сердце своем. Всегда человек, кем бы он ни был, какой бы он ни занимал звание там или должность, он хочет просто услышать простые слова, я тебя люблю. Я знаю Сашу. У него действительно сердце отца. Он заботливый и внимательный, всегда готов служить и отдавать Божью любовь всем, кто его окружает. Посмотрев его историю, я подумала, он стал таким отцом, которым хотел стать. И пока эта мечта не осуществилась, он страдал. Иисус Христос, Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Мы готовы молиться за вас. Напишите нам или позвоните. Встретимся через минуту и продолжим разговор о том, что мы получаем, неправильно расставляя приоритеты. Далее в программе. Он всецело посвятил себя служению в церкви, но это не уберегло его от страданий. Два года я страдал от душевной боли. Вас поглощают проблемы? Вам кажется, что вы один в этом мире? Есть тот, кому всегда можно обратиться. Тот, кто всегда рядом. Чтобы узнать больше, напишите или позвоните нам. Наш адрес 01001 Киев, абонентский ящик 168, Дом живых историй. Телефон 8 850 777 50, бесплатный по Украине. Иногда наше будущее зависит от того, что мы выбираем, а иногда нет. Бывает, что человек делает правильные шаги, приобретает профессию, но это не гарантирует, что в будущем его ожидает только хорошее. Все мы совершаем ошибки, из-за которых потом страдаем. Макс Дэвис еще в школе подавал большие надежды. Никто из его одноклассников тогда и представить себе не мог, что однажды Макс будет жить в машине. Конечно, и сам Макс этого никак не ожидал. Эту историю нам предоставили коллеги из телекомпании CBN. Давайте посмотрим. Я спал, то есть практически жил в машине, которой было уже 12 лет. Она была вся ржавая, с потрепанными сидениями. Помню, однажды меня разбудил полицейский, постучав своим фонарем в ветровое стекло. Как же дошел до такой жизни примерный семьянин с богословским образованием? Я потерпел полный крах, опустился на самое дно. В 70-х годах Макс Дэвис был типичным школьником, любившим спорт и красивую жизнь. Футбол, машины, девушки. Только об этом я и думал. О книге я не читал. Затем он познакомился с девушкой, не похожей на других. Ее звали Аланна. Она заявила, что она христианка. Я сказал, мне кажется, если люди любят друг друга, их религия не важна. Она ответила, а я думаю, очень важна. Спустя три недели я пришел в ее церковь, и мне там очень понравилось. Я принял Господа, и Бог за один день радикально изменил мою жизнь. Но по окончании школы пути Макса и Аланны разошлись. Макс поступил в Миссисипский университет. Там он познакомился с другой девушкой, на которой впоследствии женился, и у них родилось двое детей. Став магистром богословия, Макс начал служить в церкви пастором. Я тогда думал, мы построим самую большую церковь в мире. Мы приведем ко Христу весь мир. Два года Макс служил полностью выкладываясь. Посещаемость в церкви росла, и все шло замечательно. При этом Макс думал, что стресс – нормальная цена за успех служения. Я считал, что служение пастора всегда сопряжено со стрессом. Кроме того, в то время у меня родился глухой сын, а затем еще умер от рака мой тесть. Но от стресса страдал не только Макс. Его жене постепенно надоедала роль жены пастора, но Макс не понимал, что рискует потерять семью. Я думал только о росте церкви. Я консультировал по семейным вопросам многие пары. А когда возникали проблемы в моей семье, думал, пусть об этом позаботится Бог. Но вот однажды я пришел домой из церкви и увидел, что жены нет. Мы пережили очень болезненный развод, в результате которого я потерял все. Бог допустил, чтобы за несколько месяцев я стал полным банкротом. Макс ушел из церкви, пытаясь восстановить свой брак, но жена этого не хотела. Макс остался бездомным, безработным и беспомощным. Два года я страдал от душевной боли и только взывал, «Боже, помоги мне!» Я не мог переступить порог церкви из-за воспоминаний о пережитом. Меня поддерживало только то, что я обращался к Богу. Но представьте ситуацию. Магистр богословия, в прошлом пастор церкви, теперь продает пылесосы, и у него даже это плохо получается. Два долгих года Макс практически жил в своей машине и размышлял о Слове Божьем. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я никак не мог понять одно маленькое слово «все». Означает ли «все» «все»? Мы любим цитировать этот стих, пока понятие «все» не станет включать в себя что-то очень неприятное. Подразумевает ли слово «все» рождение глухого ребенка, или развод, или рак? Со временем и при поддержке друзей Макс осознал, что ответ на этот вопрос – да. Я не понимал, что со мной происходит и почему, но Господь знал, что я испытываю. И тогда я начал всецело полагаться на Бога. Я стал относиться к Нему как к источнику всего, что мне нужно. Со временем Макс снова встал на ноги и написал две ставшие популярными книги о том, как переносить несчастье. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне пошло на пользу то, что я лишился всего, ведь именно после этого я стал полностью доверять Богу. Вот почему свою новую книгу Макс назвал «Полное доверие». Он уже стал довольно популярным автором, и ему нравится писать книги. Кстати, вы помните Аланну, девушку, которую он любил в школе? Их пути вновь пересеклись. Однажды мы решили встретиться, просто как друзья, взяв с собой детей. И мы сразу поняли, что нужны друг другу. Мы вместе уже 11 лет, и это самые счастливые годы в моей жизни. Макс никогда не думал, что ему придется испытать такие трудности, но теперь он знает, что пережив их, он стал лучше. Пережив душевную боль, вы понимаете, для вас уже не важно то, что было раньше. Когда вы смиряетесь с мыслью о том, что можете всю жизнь прожить, не имея ничего в этом мире, и вы не боитесь умереть, вот тогда вы начинаете жить свободным человеком. Жизнь не всегда складывается так, как нам бы этого хотелось, но Бог всегда с нами, Он верен. Могу добавить, к Нему можно обратиться в любом месте, в любое время, и Он услышит, ответит на все наши молитвы. Иногда именно страдания, как ничто другое, приближают нас к Богу и помогают расставить правильные приоритеты. Это правда. Я много раз слышала, как люди, пережившие страдания, становятся лучше, чище и начинают больше ценить то, что имеют. Если вы сейчас в такой ситуации, самое лучшее, что вы можете сделать, это воззвать к Богу. Он здесь, и Он слышит вас. Давайте помолимся вместе. Вы можете повторять за мной слова молитвы. Дорогой Небесный Отец, я верю, что Ты слышишь меня сейчас. Я прихожу к Тебе в молитве покаяния. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа. Я верю, что Он умер и воскрес, что Он забрал все мои грехи на Голговский крест и сейчас находится рядом с Тобой и просит Тебя обо мне. Дорогой Иисус, я верю, что Ты молишься обо мне, что Ты ищешь меня. Я открываю свое сердце, войди в него и господствуй. Прошу Тебя, наведи порядок в моем сердце и в моей жизни. Научи меня, что правильно, что нет, что важно, что нет. Господи, научи меня расставить правильно приоритеты. Я благодарю Тебя и славлю за то, что это возможно. Я доверяю Тебе свою жизнь. Благодарю Тебя и славлю, мой Небесный Отец, Сын Божий и Дух Святой. Аминь. Держитесь за Господа и во всем советуйтесь с Ним. Надеемся услышать от Вас живую историю. Позвоните нам или напишите. Встретимся через минуту, чтобы ответить на Ваши вопросы. Далее в программе ответы на вопросы телезрителей. Первое, что он должен сделать, покаяться перед Иисусом Христом. У каждого вопроса есть ответ. У каждой проблемы есть решение. Все зависит от направления нашего поиска. Хотите знать больше? Пишите и звоните. Наш адрес 01001 Киев, абонентский ящик 168, Дом живых историй. Телефон 8 800 50 777 50, бесплатный по Украине. В Дом живых историй приходит много писем. Мы благодарны Вам за доверие и искренность. Мужчина, написавший нам это письмо, явно страдает. Мне 63 года. Я согрешил с мужчиной. Недавно я покаялся в своем грехе. Нужно ли мне еще и исповедаться? На этот вопрос мы попросили ответить редактора московской газеты «Военно-христианский вестник» Олега Оскаленка. Давайте послушаем. Когда мы исповедуемся, мы признаемся, мы каемся. Мы из нашей тьмы, тьмы нашей души вытаскиваем это на свет. Туда приходит Христос, Он все освещает, и вся темнота уходит. Зайдите в темную комнату и включите выключатель. Появляется свет, куда темнота пропадает. И вот в нашей душе нам нужно такое исповедание, покаяние. Это вот и есть этот выключатель, когда мы призываем Иисуса Христа, и Он освещает нашу душу. Он проникает во все уголки потаенные, темные нашей души. И приходит освобождение. Что сказать этому человеку? Я думаю, первое, что он должен сделать, покаяться перед Иисусом Христом. Второе, дьявол будет атаковать. Он будет посылать старые воспоминания, мысли будут появляться. И Писание не зря говорит, что признавайтесь друг перед другом. Носите бремена друг к другу. И таким образом исполните закон Христов. Я думаю, что людям, которые были в таких грехах, вот просто так, их дьявол не отпускает. Им нужен тот человек, который будет поддерживать их, которому они могут прийти, раскрыть, что да, снова было желание попадало, что снова что-то было. И двоим легче, чем одному. И нитка, скрученная в трое, нескоро порвется. Поэтому я бы посоветовал этому человеку найти того человека, который сможет его поддерживать. Молитва и доверие к Богу всегда полезны и приносят добрые плоды. Кто бы вы ни были, в какой бы грех ни впали, отдайте это Господу и поскорее. Он исцелит ваше сердце и даст вам свой мир. А мы прощаемся с вами до следующей встречи в Доме живых историй. И, конечно же, оставляем со стихом из Библии. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...